Здравствуйте! На прошлых двух лекциях мы говорили про теоретические модели ценообразования активов. Мы поговорили про однофакторную модель КПМ, модель оценки капитальных активов. Проговорили про альтернативную модель APT, это многофакторная модель. И сегодня мы поговорим про эмпирические многофакторные модели, которые используются на практике для оценки финансовых активов, для оценки их справедливых доходностей и их стоимости. Давайте вспомним основные принципы, основные выводы двух моделей. Модель КПМ показывает нам, что ожидаемая доходность любого актива описывается по формуле, которая представлена на слайде сверху. То есть она зависит от премии за риск, рыночный риск и беты, где бета показывает чувствительность доходности активов именно к рыночной доходности. То есть модель КПМ это однофакторная модель, где единственным фактором риска выступает рыночная доходность. И единственная мера риска это бета относительно рыночной доходности или рыночная бета. Модель APT это альтернатива для модели КПМ и она предполагает наличие множества факторов риска, причем эти факторы не предсказаны моделью, мы их выявляем эмпирическим путем. По модели APT ожидаемая доходность актива представлена на нижней формуле, она равна сумме премий за разные риски, которые характеризуются бетами к разным факторам риска. То есть по модели APT у нас существует несколько факторов риска, соответственно мерами риска являются беты к каждому фактору риска. И лямбды это премии за каждый вид риска. Вот сегодня мы поговорим про эмпирические модели, то есть эмпирические версии модели APT. Что это за факторы риска, как их померить, в чем они выражаются. Начнем с наиболее ранних исследований этой темы, когда появилась модель APT, ее стали активно исследовать, тестировать и авторы стали предлагать различные факторы риска. Вот авторы FOMA и FRENCH в 92 году выпустили статью, это такая одна из основополагающих статей данной области. Во-первых, они протестировали модель КПМ и показали, что рыночная бета в модели КПМ не объясняет разницу в доходностях акций эмпирически. То есть акции с разными бетами могут иметь одинаковую доходность. Или наоборот, доходность активов не согласована с бетами. При этом они показали, что другие характеристики компаний, такие как финансовый рычаг, который меряется долями активов к рыночной стоимости капитала, или активы к балансовой стоимости капитала. Дальше коэффициенты EP, EP коэффициент, напомню, это прибыль на одну акцию поделить на цену акции. Коэффициент B2Market, или это, соответственно, считается как балансовая стоимость акции поделить на рыночную стоимость акции. Вот эти коэффициенты финансовые являются статистически значимыми, объясняющими переменными в парных регрессиях для объяснения доходности активов. То есть доходности активов зависят от других каких-то параметров, помимо рыночной беты. Это основной их вывод. И в множественных регрессиях, когда все вот эти финансовые характеристики используются в качестве регрессоров, авторы показывают, что размер компании и коэффициент B2Market, балансовая стоимость поделить на рыночную стоимость акций, поглощают объясняющую способность остальных финансовых показателей и являются единственными статистически значимыми показателями для объяснения рыночной доходности. Соответственно, авторы делают вывод, что эти показатели характеризуют некие ненаблюдаемые риски компаний, и, соответственно, мы можем с помощью этих показателей вывести факторы рисков. И также они показали, что коэффициент B2Market имеет большую объясняющую способность, чем размер компании. Хотя предшествующие исследования, наоборот, уделяли больше внимания размеру компании, а B2Market игнорировали. Соответственно, в следующей своей работе авторы Фома и Френч предлагают многофакторную модель, которая как раз учитывает влияние размера компании, влияние B2Market на доходности акций. Итак, авторы предлагают многофакторную модель, в которой они предлагают следующие спецификации факторов риска. То есть в модели APT мы не говорили о том, как меряются факторы риска, мы говорили просто, что это какие-то факторы. В данной работе авторы предлагают, как их измерить. Итак, в качестве факторов риска они предлагают, во-первых, рыночный риск, то есть это рыночная доходность портфеля ценных бумаг, как и в модели КПМ. И остальные факторы риска предложены, как дублирующие портфели для размера коэффициента B2Market, премии за срочность и премии за риск дефолта облигаций. Первые три фактора объясняют доходности акций, а премия за срочность и премия за риск дефолта, по идее, должны объяснять доходности облигаций. То есть это факторы, посчитанные из облигаций. Вот эта эмпирическая спецификация авторов призвана объяснять доходности как акций, так и облигаций одновременно. Поэтому они предлагают вот эти пять факторов риска. И их объясняемые доходности, то есть доходности портфелей, которые они используют в качестве объясняемых переменных, это два портфеля государственных облигаций, отсортированных по сроку погашения, то есть краткосрочные облигации и долгосрочные облигации. Пять портфелей корпоративных облигаций, отсортированных по кредитному рейтингу компаний, то есть от облигаций с самым низким кредитным рейтингом до облигаций с самым высоким кредитным рейтингом. И двадцать пять портфелей акций, отсортированных по размеру компании и коэффициенту Book to Market. То есть двадцать пять портфелей акций формируются следующим образом. Все акции ранжируются по размеру компании и делятся на пять портфелей, то есть портфель с самыми крупными акциями, акциями самых крупных компаний, и портфель с самыми мелкими акциями и все остальные акции по серединке. Также аналогично все акции делятся, сортируются на пять портфелей по коэффициенту Book to Market. И затем мы берем перекрестные портфели и формируем двадцать пять портфелей с этой двойной сортировкой. Итого у авторов получается тридцать два портфеля ценных бумаг, из которых двадцать пять портфелей это акции и семь портфелей это облигации. Как авторы предлагают измерить факторы риска, то есть их специфицировать? Для облигаций они предлагают два фактора риска. Первый фактор, который обозначается термом в модели, это фактор срочности облигаций. Он специфицируется следующим образом. Поскольку у авторов все облигации отсортированы по срочности на два портфеля, они берут среднюю доходность долгосрочных облигаций, минус средняя доходность краткосрочных облигаций. Вот эта разница показывает риск срочности. То есть, другими словами, чтобы сформировать фактор риска, терм, мы берем портфель, который имеет длинную позицию в портфеле облигаций с большим сроком погашения и короткую позицию в портфеле облигаций с маленьким сроком погашения. То есть, вот такой портфель с длинной и короткой позиции, он является прокси для фактора риска, отражающего срочность облигаций. Соответственно, динамика доходности этого портфеля – это и будет динамика этого фактора риска. Следующий фактор, который используется для объяснения облигаций, это фактор кредитного риска, обозначаемый DEF или DEFAULT. Его считают следующим образом. Берется средняя доходность всех долгосрочных корпоративных облигаций минус средняя доходность всех долгосрочных государственных облигаций. Поскольку разница между корпоративными и государственными облигациями как раз объясняет риск DEFAULT корпоративных облигаций, потому что мы предполагаем, что у государственных облигаций риск DEFAULT как бы отсутствует. Поэтому мы берем вот этот портфель, имеющий длинную позицию в корпоративных облигациях, короткую позицию в государственных облигациях. Доходность вот этого портфеля будет нам показывать как раз то, как изменяется во времени риск, связанный с фактором риска дефолта, кредитного риска. Следующие факторы для акций предложены. Здесь опять же очень сложная методология. Авторы берут три крупнейшие биржи США и все акции, торгуемые на этих биржах, делятся на две группы по размеру компаний, то есть крупные и мелкие компании, и на три группы по коэффициенту book-to-market, то есть высоким book-to-market, средним и низким. И таким образом авторы получают шесть портфелей акций с двойной сортировкой и каждый портфель взвешен по долям рыночной капитализации. То есть это портфели не равновзвешенные, а взвешенные по стоимости. И дальше из этих портфелей, из этих шести портфелей авторы формируют два фактора риска, фактор размера и фактор стоимости. Фактор размера, который обозначается SMB. SMB обозначает small minus big, то есть маленькие минус большие акции. И этот фактор считается следующим образом. Мы берем среднюю доходность трех портфелей компаний с малой рыночной капитализацией минус средняя доходность трех портфелей компаний с высокой рыночной капитализацией. Опять же, получается у нас такой портфель, имеющий длинные и короткие позиции в разных портфелях акций. И вот этот портфель, он как бы подвержен риску размера. То есть если размер характеризует некий риск компании, значит этот портфель будет отражать вот этот риск и доходность этого портфеля будет как раз премией за этот риск размера. Второй фактор для акций это фактор HML, high minus low. То есть акции с высоким book to market минус акции с низким book to market. Этот фактор считается следующим образом. Берется средняя доходность двух портфелей компаний с высоким коэффициентом book to market. Вычитается средняя доходность портфелей компаний с низким коэффициентом book to market. Опять же, мы получаем такой портфель с длинными и короткими позициями. Только здесь уже по book to market сортировка. И динамик этого портфеля будет отражать динамику риска, характеризующего как раз вот этот book to market коэффициент. Пятый фактор это стандартный рыночный фактор, как и в модели КПМ. Это взвешенная по рыночной капитализации средняя доходность всех шести портфелей акций. Продолжение следует... Итак, мы поговорили в предыдущем разделе про факторы риска, как они специфицируются. То есть, как вы понимаете, каждый фактор риска это, по сути, портфель ценных бумаг, отсортированный по какому-то признаку определенному. Соответственно, если доходности акций зависят от какого-то параметра, от размера или от book to market, или от срочности облигации, если мы говорим про облигации, или от чего угодно. То есть, если доходности активов зависят от этого параметра, то сортируя активы по этому параметру и формируя портфели, имеющие длинную позицию в активах с высоким значением этого параметра, и короткую позицию в активах с низким значением этого параметра, то доходности таких портфелей будут отражать в теории премию за риск, как раз который характеризует этот параметр. Именно поэтому, чтобы предложить факторы риска размера, фактор риска стоимости, book to market, или фактор кредитного риска, мы сортируем активы по соответствующему параметру и формируем портфели с длинными и короткими позициями. Такие портфели, они по идее не должны быть подвержены другим рискам, потому что они сортированы именно по этому параметру, а так эти портфели все очень хорошо диверсифицированы. Но при этом они должны выявить именно вот этот риск, по которому мы сортируем, и доходность этого портфеля должна как раз показывать премию за этот риск. Авторы предложили впервые в этой работе спецификацию, как именно характеризовать факторы риска, и затем они эту модель свою тестировали. У авторов есть 32 портфеля ценных бумаг, и для каждого портфеля авторы гоняют представленные на слайде спецификации регрессий. То есть, как мы видим, здесь альтернативные спецификации многофакторных моделей. Первая спецификация, в ней только два фактора, term def, это два фактора для облигаций. С левой стороны мы берем доходность одного из портфелей, из 32 портфелей, и регрессируем его на эти два фактора, которые сами по себе доходности портфелей и ценных бумаг. И так мы делаем для каждого из 32 портфелей. Вторая спецификация, это по сути спецификация модели КПМ. Здесь один единственный фактор риска, это рыночный риск. Третья спецификация, здесь у нас два фактора риска, SMB и HML, то есть это факторы только для акций. И четвертая спецификация, самая общая спецификация, здесь у нас пятифакторная модель, в которой у нас все пять факторов являются объясняющими факторами риска. Рыночная доходность, фактор SMB, отвечающий за размер компании, фактор HML, отвечающий за коэффициент book to market, риски связанные с ним, фактор term, отвечающий за срочность облигаций, фактор def, отвечающий за кредитный риск облигаций. То есть четвертая спецификация, это такая общая модель, в которой у нас есть три фактора для акций, два фактора для облигаций. А с левой стороны у нас доходность каждого из 32 портфелей ценных бумаг, опять же, там у нас и портфели акций и облигаций. Авторы показывают, что все вот эти пять факторов, которые они предлагают, имеют довольно высокую объясняющую способность для доходности акций и облигаций. То есть коэффициенты регрессий, всех данных регрессий, они статистически значимы, поэтому мы можем сказать, что все факторы значимы, объясняют динамику доходностей на временных рядах. Но они показывают, что трехфакторная модель, где факторы только факторы для рынка акций, она является достаточной для описания динамики доходности акций. То есть факторы облигаций для объяснения доходности акций нам не нужны. Достаточно иметь три фактора риска, рыночный риск SMB и HML. Эта спецификация представлена на формуле, в рамочке. Вот эта модель, она имеет высокую объясняющую способность для доходностей всех акций, всех 25 портфелей акций. Факторы риска облигаций незначительно участвуют в объяснении динамики доходности акций, но они являются очень важными и значимыми факторами в объяснении динамики доходности облигаций. То есть если мы хотим одновременно объяснить доходности и акций и облигаций, нам нужно использовать пятифакторную модель. Но если мы рассматриваем только акции, то нам достаточно данной трехфакторной модели, и она полностью очень хорошо, с высокой точностью описывает ожидаемые доходности всех акций. А вот для объяснения доходности облигаций нам нужны другие факторы DEF и TERM, именно факторы риска облигаций. Итак, это первая модель, предложенная эмпирически. Она выявлена эмпирическим путем. И она имеет название трехфакторная модель Фома Френча. То есть когда мы говорим, что ожидаемые доходности оценены по трехфакторной модели Фома Френча, все понимают, что ожидаемые доходности оценены по данной формуле. В качестве прокси для рисков являются портфели, отсортированные по размеру, это SMB портфель, и по Book to Market HML, и рыночный риск нам тоже необходим в соответствии с моделью КП. Данная трехфакторная модель Фома Френча является одной из наиболее популярных спецификаций многофакторных моделей ценообразования финансовых активов. То есть она популярна и по сей день, хотя существует уже множество спецификаций, которые мы также и разберем сегодня. И эта модель широко применяется как альтернатива для модели КП. То есть модель КП, однофакторная модель, где единственным фактором риска является рыночный риск. Она также очень популярна, именно потому что она очень простая модель, всего один фактор риска, хорошо наблюдаемый. И эта модель проста для тестирования, но она, к сожалению, не точная. Вот модель Фома Френча объясняет доходности акций значительно лучше, с большей точностью. По этой модели мы можем сделать следующий вывод, что если доходность некой акции имеет высокие беты относительно факторов SMB и HML, то именно беты к этим факторам высокие, то и ожидаемая доходность такой акции должна быть высокая, потому что это факторы риска, которые статистически значимы для всех доходностей. Данные по всем этим факторам легко доступны. Существует в интернете так называемая библиотека данных Кеннета Френча. Она доступна по данному адресу. И там в открытом доступе выложены доходности всех портфелей, отсортированных по всевозможным показателям, всех факторов риска, которые используются в этой работе и в последующих работах тоже. Это очень обширная библиотека данных, которой все активно пользуются. И там данные по американскому рынку и по международным рынкам в том числе есть. Эти данные обновляются довольно часто, регулярно, то есть они доступны и по настоящее время. КОНЕЦ Итак, следующим шагом в всех этих исследованиях было выявление так называемого эффекта моментум. Авторы Джигадиши Титман в 1993 году опубликовали статью, которая и по сей день является одной из наиболее часто цитируемых статей в данной области в ценообразовании финансовых активов, в которой они показали эффект моментум. Это тенденция активов с высокой прошлой доходностью приносить высокую доходность и в будущем, в краткосрочном периоде. А активов с низкой прошлой доходностью приносить низкую доходность в будущем. То есть так называемое продолжение доходностей. Но этот эффект краткосрочно, он действует только в течение ограниченного периода. Итак, авторы предлагают следующую методологию. Каждый месяц все акции ранжируются по прошлой доходности за предыдущие 3, 6, 9 или 12 месяцев. То есть это альтернативные сортировки либо по трехмесячной доходности, либо по шестимесячной и так далее. И затем эти акции, отсортированные по прошлой доходности, делятся на несколько портфелей. И эти портфели держатся в течение последующих 3, 6, 9 или 12 месяцев. Портфели регулярно перебалансируются. То есть каждый месяц авторы перебалансируют, пересортировывают портфели. Получаются у нас такие динамические портфели. И дальше авторы формируют различные альтернативные портфели Momentum, которые как раз следуют стратегии Momentum. Эти портфели называются WML, winner minus loser, то есть победители минус проигравшие. Акции с прошлой высокой доходностью называются победителями. Акции с прошлой низкой доходностью называются проигравшими. Соответственно, если, например, мы отсортировали все акции по прошлой трехмесячной доходности, и мы сформировали, скажем, 5 портфелей ценных бумаг. То есть портфель номер 1 – это портфель с самой высокой прошлой доходностью, а портфель номер 5 – это портфель с самой низкой прошлой доходностью за предыдущие 3 месяца. И дальше мы берем портфель, который имеет длинную позицию в портфеле 1 и короткую в портфеле 5. То есть все промежуточные портфели, которые в середине сортировки, они игнорируются. Мы берем только крайние портфели и занимаем длинную позицию по портфелю с высокой прошлой доходностью, winner – победитель, и короткую позицию в портфеле с низкой прошлой доходностью. Таким образом у нас получается такой портфель WML в данный месяц. В следующем месяце мы опять пересортировываем все акции, опять по предыдущей трехмесячной доходности сдвинутой на один месяц. Опять ранжируем в портфеле, опять получаем динамический портфель такой 5-1, и так мы повторяем каждый месяц. Авторы показывают, что вот эти все портфели WML имеют высокие, систематически высокие положительные доходности, и они статистически значимы. То есть можно сделать вывод, что стратегия Momentum прибыльная. Любые сроки сортировки активов и любые сроки держания этих портфелей в будущем, в пределах одного года, они все равно дают нам прибыльные портфели. Но наиболее доходной оказалась стратегия 12-1 с лагом в одну неделю. То есть самая доходная стратегия, которая показала максимальную доходность в изучаемом периоде, это стратегия, где акции сортируются по прошлой 12-месячной доходности, и портфели соответствующие держатся последующие 3 месяца. А лаг в одну неделю означает, что прошлая 12-месячная доходность считается за предыдущие 12 месяцев минус непосредственно неделя перед датой сортировки. То есть авторы показали, во-первых, что все портфели WML в принципе имеют высокую положительную доходность. То есть эффект моментум наблюдаем и наблюдаем на разных горизонтах в течение одного года. Но при этом самая выгодная стратегия, это стратегия 12-3. Дальше, конечно, авторы не остановились на том, что просто показали, что эффект моментум существует. Они пытались объяснить, почему это существует, почему эта стратегия дает положительную доходность. Ведь бесплатного сыра не бывает. То есть если доходность какой-то стратегии положительная, значит, эта доходность, скорее всего, является компенсацией за какой-то риск. Авторы стали исследовать рыночный риск этих всех портфелей и выявили, что портфели с наибольшей прошлой доходностью имеют меньше рыночную бету и большую рыночную капитализацию, чем портфели с наименьшей прошлой доходностью. Другими словами, портфели WML, портфели с длинными короткими позициями, нечувствительны к рыночному риску и фактору размера компании. То есть эти портфели не имеют вот этих двух рисков, следовательно, они как бы безрисковые, но при этом приносят высокую доходность. Поэтому возник вопрос, что Momentum является аномалией, и поэтому часто вы можете встретить в литературе, что эффект Momentum это аномалия финансового рынка, противоречит теории эффективности финансового рынка. Также авторы показали, что эффект Momentum наблюдается во всех подвыборках акций, отсортированных по размеру компаний рыночной бете. То есть и среди маленьких акций, только маленьких акций есть эффект Momentum, и среди только акций крупных компаний, и среди различных подвыборок акций с разными рыночными бетами. Самый сильный эффект наблюдается среди акций компаний с малой рыночной капитализацией и акций с высокими рыночными бетами. То есть мелкие компании, они больше подвержены вот этому Momentum, нежели крупные компании. На тот момент не было объяснения, почему эффект Momentum существует. То есть мы видим, что рыночный риск и риск размера компаний не объясняет эффект Momentum. Возможным объяснением являлись некие бехевиористские поведенческие теории, то есть отложенная реакция цены акции на какие-то факторы или на какие-то новости о компании, заниженная реакция инвесторов или наоборот завышенная реакция инвесторов. То есть это такие поведенческие теории, которые объясняют поведение инвесторов нерациональное. Затем Кархарт в 1997 году предложил, с учетом вот этих выводов Джекадиша Титман про эффект Momentum, предложил новую спецификацию APT, четырехфакторную модель. Модель Кархарта имеет четыре фактора риска. Это те же три фактора, как и в модели Fama French. Рыночный риск, фактор SMB, отвечающий за размер компании, фактор HML, отвечающий за Book to Market или стоимость компании. И он добавил еще четвертый фактор WML, то есть фактор, отвечающий за Momentum. И Кархарт показал, что этот фактор, он не скоррелирован с SMB и HML. То есть этот фактор является как бы ортогональным для других факторов риска и несет в себе новую дополнительную информацию. Еще раз повторю, как специфицируется фактор WML в данной модели. Это разница между доходностью равновзвешенного портфеля, состоящего из 30% акций, наиболее доходных за предыдущий год. Единственное, что при расчете прошлой доходности мы убираем последний месяц перед датой сортировки. То есть мы делаем лаг на один месяц. Это связано с тем, что мы наблюдаем наоборот обратный эффект в предыдущий месяц, так называемый эффект reversal, возврат. И чтобы этот эффект не уменьшил доходность стратегии Momentum, мы как бы его убираем. И это общепринятая методология. То есть при сортировке портфелей для построения портфеля Momentum мы берем доходности за прошлый период, но без учета последней доходности, наиболее ближайшей доходности, то есть за последний месяц перед датой сортировки. Итак, то есть портфель WML имеет длинную позицию в портфеле 30% акций с наибольшей прошлой доходностью за предыдущие T-12, T-1 месяцев. И короткую позицию в портфеле, состоящем из 30% акций с наименьшей предыдущей доходностью. Соответственно, доходность этого портфеля WML – это разница между доходностями двух портфелей, то есть разница между доходностями акций победителей и акций проигравших. Данная модель Кархарта является одной из наиболее популярных спецификаций многофакторных моделей. То есть в настоящий момент всем известны трехфакторная модель Фома Френчо и четырехфакторная модель Кархарта. Это две наиболее популярные спецификации моделей для того, чтобы определить справедливую доходность активов. Кархард в своей работе применил эту модель для изучения доходности паевых инвестиционных фондов и показал, в частности, что устойчивость динамики доходности ПИФов частично объясняется эффектом Momentum. Просто потому, что фонды случайно, оказывается, имеют длинные позиции в акциях, которые имели высокую доходность в прошлом. И, соответственно, поэтому доходности этих ПИФов высокие тоже, потому что у нас существует Momentum у этих акций. Основной вклад данной статьи в литературу, в науку заключается именно в том, что автор предложил вот эту спецификацию, четырехфакторную модель с учетом выводов Джекадиш и Титман, с учетом вот этого выявленного эффекта Momentum. И эта модель очень популярная, и эту спецификацию все знают, все ей активно пользуются для ценообразования финансовых активов. И данные по фактору WML также доступны в библиотеке Кеннета Френча. Эффект Momentum на самом деле был выявлен для американского рынка, но он существует на всех рынках. И существует множество работ, показывающих, что эффект Momentum – это такой очень сильный эффект, который наблюдается на различных рынках, как развитых стран, так и развивающихся стран. Причем также он наблюдается и для других классов активов. То есть Momentum существует и среди валют, и среди облигаций, и среди сырьевых товаров. Одна из наиболее ранних работ, которая тестировала эффект Momentum на глобальных рынках – это работа Робенхорст. И он выявил, что эффект Momentum присутствует на фондовых рынках 12 европейских стран. То есть это было первое исследование в те времена, которое вышло за границы США в данной теме. И автор показал, что, как и в США, доходность стратегии Momentum, во-первых, высокая, положительная, но она не является компенсацией за рыночный риск или риск компаний малой рыночной капитализации. То есть, опять же, как будто Momentum это аномалия какая-то, или бесплатный сыр в мышеловке. И автор также показал, что на американском и европейских рынках Momentum имеет некий общий компонент. То есть автор прогонял регрессии, где брал доходность портфеля Momentum на европейских рынках, и регрессировал это на доходность портфеля Momentum на американском рынке. И показал, что коэффициент в данном случае 0.22 имеет высокую статистическую значимость, высокую тест-статистику, представленную в скобках ниже. То есть стратегия Momentum в Европе и стратегия Momentum в США, они хорошо, высоко скоррелированы. Значит, они имеют некую общую компоненту, но какую на тот момент оставалась загадкой неизвестной. Этому посвящено достаточно много исследований, в том числе и современных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно исследование, которое также является основополагающим в эмпирических многофакторных моделях, это работа пастора из Тамбау 2003 года, которая предложила новый фактор риска, риск ликвидности, который у них обозначается буковкой L. То есть они посчитали этот риск, риск ликвидности, сформировали портфель, который подвержен этому фактору риска. То есть опять же они предложили некий дублирующий портфель для этого фактора риска. И показали, что эта доходность вот этого портфеля имеет отрицательное среднее значение с несколькими скачками вниз в периоды кризисов ликвидности. То есть когда значение фактора L падает, то есть отрицательное и уходит вниз, это соответствует периодам кризисов ликвидности, то есть периодам низкой ликвидности на фондовом рынке. И они также показали, что эти периоды соответствуют периодам рыночного спада, то есть периодам низкой рыночной доходности в целом. Этот фактор имеет корреляцию 0.36 с рыночным индексом, посчитанным по акциям, торгуемым на биржах НИС и АМЕКС. Но при этом они показали, что в месяце с отрицательной рыночной доходностью корреляция возрастает до 0.52. То есть о чем это говорит? Что риск ликвидности на самом деле скоррелирован с рыночным индексом именно в периоды обвала рыночного индекса. Когда рынок падает, рыночная доходность отрицательная, у нас наблюдается низкая ликвидность. А когда рыночная доходность высокая, положительная, то ликвидность более высокая и в принципе она не скоррелирована. Они также показали, что значение вот этого фактора ниже, когда доходность рынка ниже, а волатильность рынка выше. То есть опять же, вот эти периоды спада, они характеризуются не только низкой ликвидностью, но еще и высокой рыночной волатильностью. Этот фактор L, который авторы предложили, не коррелирует с факторами SMB, HML и WML. Это означает, что этот новый фактор риска ортогонален к тем трем факторам риска, отвечающим за размер компании Book2Market и Momentum, но он также влияет на доходности активов. Он скоррелирован с общим рыночным фактором, но сильнее скоррелирован именно с этим фактором при условии падения рынка. Также они показали, что этот фактор ликвидности падает в периоды так называемого бегства к качеству. То есть это периоды, когда инвесторы перераспределяют свои инвестиции из акций в государственные облигации. То есть уходят из рискованных активов в менее рискованные, более надежные. Далее авторы пытались оценить, существует ли премия за риск низкой ликвидности акций. То есть если какая-то акция подвержена вот этому фактору ликвидности, имеет высокую бету к этому фактору, значит такая акция имеет низкую доходность в периоды низкой ликвидности. Следовательно, за этот риск акция должна приносить более высокую доходность. Авторы предложили данную пятифакторную модель, которая представлена верхней формулой. Здесь у нас есть четыре фактора из модели Кархарта, про которую мы поговорили в предыдущий раз. И добавили еще вот этот пятый фактор, риск ликвидности. Соответственно, для каждого актива можно оценить бету L. Это бета, которая показывает ковариацию доходности актива с фактором ликвидности. И чем выше эта бета, тем больше подвержен актив этому риску ликвидности. С одной стороны, они показали, что действительно разные активы в разной степени подвержены риску ликвидности. И дальше авторы прогоняли тесты на поперечных данных, то есть средние доходности активов регрессируются на беты ликвидности и оценивается премия лямбда за риск ликвидности. На второй формуле как раз показана спецификация от этих поперечных тестов. И в этой формуле первое слагаемое это как раз премия, оцененная премия за риск ликвидности, а второе слагаемое на самом деле это матрица из премии за все остальные четыре риска, которые используются. То есть нас интересует в данном случае именно лямбда L, это премия за риск ликвидности. Еще раз, мы средние доходности активов регрессируем на беты ликвидности этих активов и оцениваем коэффициент, который показывает премию за риск ликвидности эмпирически. И дальше смотрим знак этой премии, смотрим статистическую значимость этой премии. Результаты авторов действительно таковы, что премия за риск ликвидности существует, наблюдается на рынке, то есть активы, имеющие более высокую бета L, приносят в среднем большую доходность даже после учета всех остальных факторов риска. То есть риск ликвидности – это пятый фактор риска, не связанный с другими факторами риска, но который также важен для ценообразования, для того, чтобы определить справедливую доходность актива. Данные по фактору риска, ликвидности и портфелям, доступные на данном сайте, все авторы предлагают эти данные для общего пользования, опять же, ими очень часто пользуются исследователи. Этот риск ликвидности является пятым фактором риска, тоже очень популярные пятифакторные модели, это определенная, еще новая спецификация модели APT. Еще одно очень интересное исследование рисков – это исследование Анг Ченг Синг, которые показывают, что на самом деле динамика доходности активов при росте рынка в целом и при падении рынка в целом она различается. И активы в разной степени подвержены росту рынка и падению рынка. То есть авторы, по сути, смотрят на рыночную бету актива, как из модели КП, и разделяют ее на две составляющие – на бету при падении рынка и бету при росте рынка. Рыночная бета, она является как бы средневзвешенным из беты минус и беты плюс. При этом бета минус определяется следующим образом – это ковариация доходности акции с рыночной доходностью при условии, что рыночная доходность отрицательная или ниже средней рыночной доходности. Здесь по-разному можно границу поставить. Эта ковариация делится на дисперсию рыночной доходности, опять же, при условии, что рыночная доходность отрицательная или ниже средней рыночной доходности. Это минус, по сути, показывает чувствительность доходности определенного актива к рыночной доходности при условии, что рыночная доходность отрицательная, что рынок падает. Бета плюс наоборот. Это бета, которая также считается как вариация с рынком поделить на дисперсию рынка, но при условии, что рыночная доходность положительная и выше среднего. То есть бета плюс показывает чувствительность акции к рыночной доходности, когда все хорошо и рынок растет. Таким образом, разбивая общую бету на две составляющие, мы видим очень много интересного. То есть мы видим, что вот этот риск так называемого синхронного падения с рынком, он намного более важен, чем риск синхронного роста с рынком. Мы можем посмотреть на нижние таблицы. Здесь авторы сортируют все акции либо по бета минус, либо по бета плюс. Причем в левой части таблицы акции отсортированы не просто по бета минус, а по относительной бета минус. То есть относительная бета минус – это бета минус минус обычная бета. Другими словами, относительная бета минус показывает дополнительный риск при падении рынка. Сверхобычной рыночной беты. Соответственно, относительная бета плюс тоже показывает дополнительный риск акции при росте рынка, но по сравнению с обычной бетой. Итак, давайте посмотрим на левую часть таблицы сначала. Если мы отсортируем все акции по относительной бета- и сформируем 5 портфелей. Портфель 1 это портфель с самой низкой бета- и минус 0,56 там среднее значение бета- и минус. Портфель 5 это портфель с самой высокой бета- и минус 1,6. То есть мы видим, что у этих портфелей доходности монотонно растут вместе с ростом бета- и относительный бета- и минус. То есть чем выше бета при падении рынка актива, тем выше его ожидаемая доходность. Причем можно заметить, что бета- плюс там примерно одинаковые у всех портфелей и сами беты рыночные тоже примерно одинаковые. То есть мы видим, что доходность связана именно с бетой минус, а не с основной бетой. Правая же часть таблицы показывает противоположный результат для бета-плюс. Если все акции отсортировать по относительной бета-плюс, мы видим, что акции с самой низкой бетой плюс имеют самую высокую среднюю доходность. А акции с самой высокой бета-плюс, это портфель 5, имеют самую низкую среднюю доходность. То есть наоборот, чем выше бета-плюс, тем ниже доходность актива. То есть авторы показывают, что риск синхронного падения и риск синхронного роста, они оцениваются рынком по-разному. То есть если риск синхронного падения выше, бета-плюс выше, то доходность акции должна быть выше. А если риск синхронного роста выше, при прочих равных, то доходность акции должна быть ниже. Также авторы тестируют различные многофакторные модели, в которых они регрессируют доходности активов на различные характеристики этих активов, в том числе на бету-минус, на размер компании, бук-то-маркет, прошлую доходность, чтобы учесть эффект моментум и другие характеристики, стандартное отклонение, волатильность, бета-л это как раз в таблице бета к риску ликвидности. И авторы показывают, что обычная бета имеет довольно низкую объясняющую способность в этих спецификациях, а вот бета-минус имеет высокую и статистически значимую премию за риск во всех спецификациях, порядка 5-6% годовых. И также важно заметить, что бета-плюс в этих же спецификациях имеет отрицательную, либо статистически незначимую премию за риск. То есть из этого исследования мы делаем вывод такой, что для нас важна не рыночная бета-актива, а важна именно та компонента, которая отвечает за риск синхронного падения, именно бета-минус. А бета-плюс не важна. И если мы вместо рыночной беты просто возьмем бету-минус, как меру рыночного риска актива, то мы получаем лучше объясняющую способность, чем обычная модель КПМ. То есть при расчете, при оценке справедливой доходности нам имеет смысл смотреть не на обычную бету, рыночную бету, а именно на бету при падении рынка. И тогда мы получим более точные оценки ожидаемой доходности. То есть основные выводы авторов следующие, что акции с высокими бетами при падении рынка приносят более высокую доходность, а акции с высокими бетами при росте рынка более низкую доходность при прочих равных. И модель КПМ с двумя рыночными бетами, которая называется 2-beta КПМ или downside risk КПМ, то есть модель КПМ с риском синхронного падения, имеет более высокую объясняющую способность, чем обычная модель КПМ. И вот эта спецификация является более справедливой. И бета при падении более актуальная мера риска, чем стандартная бета по модели КПМ. Теперь давайте рассмотрим современные исследования ценообразования активов, современные эмпирические модели. Вообще тенденция в науке такова, что принято уже рассматривать факторы глобальные, то есть на глобальных рынках, которые оцениваются, и также рассматривать различные классы активов тоже в едином целом, в единых моделях. Вот работа Фома Френча рассматривает глобальные рынки, рассматривает 23 развитые страны. Это страны из североамериканского региона, европейского, азиатско-тихоокеанского региона и Японии. И для этих стран авторы оценивают факторы риска и доходности активов, и смотрят различные спецификации моделей, которые работают на разных рынках. Для каждого региона авторы, во-первых, сортируют все акции на 5 на 5, то есть 25 портфелей по размеру и book to market, так же, как они делали в своей основной работе, где они предложили трехфакторную модель Фомы Френча. И так же они с учетом эффекта момента еще сортируют акции на 25 портфелей по размеру и прошлой доходности. То есть опять 5 на 5, получается 25 портфелей. Всего для каждого региона у авторов получается по 50 портфелей акций, отсортированных вот таким образом. Дальше, как авторы строят факторы. Для каждого региона также акции сортируются в 6 портфелей по размеру и book to market. То есть опять у нас двойная сортировка, все акции делятся на 2 портфеля по размеру, на 3 портфеля по book to market и берутся перекрестные портфели. Итого получается 6 портфелей. И из этих портфелей формируются локальные факторы SMB и HML. То есть методология формирования этих факторов абсолютно такая же, как и в их оригинальной работе, где они эти факторы предлагают. Также для каждого региона все акции отсортированы на 6 портфелей по размеру и прошлой доходности. И из этих портфелей формируются локальные факторы WML, то есть факторы Momentum. Опять же, Momentum, напомню, это берется портфель с высокой прошлой доходностью, минус портфель с акцией с низкой прошлой доходностью. Берется такой портфель с длинной и короткой позицией, и этот портфель служит фактором риска WML. Итого, у нас для каждого региона получаются локальные факторы SMB, HML, WML. И также для всего мира в целом авторы аналогичным образом строят те же самые факторы SMB, HML, WML. Только здесь эти факторы строятся из портфелей глобальных. То есть в каждой сортировке участвуют акции со всего мира, не только с определенного региона, а со всего мира. Акции сортируются как бы единой сортировкой и формируются такие глобальные портфели. То есть у авторов есть как бы набор локальных факторов и также глобальные факторы. И дальше авторы исследуют объясняющую способность локальных и глобальных факторов для локальных и глобальных портфелей. Напомню, что используются 50 портфелей из каждого региона. Основные выводы авторов следующие. Во-первых, премия за размер компании сократилась в последнее время и стала незначимой. То есть фактор SMB потерял свою значимость. Мы помним, что в более ранних работах фактор SMB, фактор размера компании, являлся значимым фактором, имел положительную среднюю доходность. Но в последнее время, с учетом более современных данных, мы видим, что этот фактор потерял значимость. То есть нельзя сказать, что маленькие компании в настоящее время систематически приносят более высокую доходность, чем крупные компании. Также мы видим, что премия за стоимость, то есть премия за фактор HML, напомню, что это фактор отсортирован по Book to Market. Премия за стоимость и также премия за эффект Momentum, они высокие, статистически значимые и по сей день, и во всех регионах. То есть вот эти эффекты стоимости и Momentum, они присутствуют, никуда не делись, и они являются некими рисками. То есть мы предполагаем, что высокие премии за стоимость и за Momentum, это некие компенсации за риски, которые стоят за стоимостью и за эффектом Momentum. Исключение единственное составляет Япония. В Японии нет эффекта Momentum. Это, кстати, подтверждено и в других исследованиях по Японии. То есть Япония единственное исключение во всем мире, где не наблюдается эффекта Momentum. Во всех остальных странах он наблюдается. Также авторы заметили, что премии за стоимость и за Momentum выше среди компаний с малой рыночной капитализацией. Хотя с одной стороны у нас премия за размер отсутствует, но с другой стороны мелкие компании приносят более высокую премию за стоимость и за Momentum. То есть, возможно, здесь эффект размера компании пропадает именно за счет того, что учтены эффекты стоимости Momentum, и они как бы поглощают эффект размера. Также следующим важным выводом авторов является то, что глобальные факторы имеют высокую объясняющую способность для доходности глобальных портфелей, но низкую объясняющую способность для доходности локальных портфелей. То есть, если мы пытаемся объяснить, например, портфели Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью глобальных факторов риска, то здесь мы наблюдаем довольно низкую объясняющую способность. То есть, мы можем сделать вывод о недостаточной интеграции рынков даже в настоящее время. Но локальные факторы риска хорошо объясняют доходности локальных портфелей. То есть, факторы риска присутствуют все равно, просто за счет того, что интеграция недостаточно сильная, локальные факторы имеют более высокую объясняющую способность, нежели глобальные. Это исследование очень важное, потому что оно позволяет нам оценить доходности активов на мировом рынке. То есть, это такое исследование сквозь все страны, все основные развитые страны. И данные по всем портфелям, используемым в работе, по всем факторам риска глобальным и локальным, доступны также в библиотеке Кенна Френча, которая была представлена в предыдущем разделе. И эти данные очень популярны, активно ими пользуются исследователи для исследования ценообразования активов в разных регионах. Еще одно современное исследование посвящено изучению эффектов стоимости и моментум также на глобальных рынках и на рынках различных классов активов. Это Аснас Московицы Педерсон. Это очень обширное исследование, показывающее, что эффект стоимости и эффект моментума присутствуют повсеместно на всех рынках. То есть, это не эффект исключительно наблюдаемый в США, это общий какой-то универсальный эффект, который очень сложно объяснить. Напомню, что эффект стоимости – это эффект, что компании с высоким book-to-market приносят большую доходность, чем компании с низким book-to-market. Эффект моментум – это эффект, показывающий, что доходности компаний с прошлой высокой доходностью систематически выше, чем доходности компаний с низкой прошлой доходностью. Итак, авторы исследуют следующие активы. То есть, объясняемые переменные у них – это доходности акций США, Великобритании, Европы и Японии. А также фьючерсы на страновые и фондовые индексы, государственные облигации, валюты и товарные фьючерсы. То есть, мы видим, что у них очень много классов активов используется и также много регионов различных. Активы каждой группы сортируются на 6 портфелей по прошлым краткосрочным доходностям, это для того, чтобы выявить эффект моментум, и по прошлым долгосрочным доходностям. Долгосрочные доходности используются как прокси для того, чтобы выявить эффект стоимости, потому что для многих активов book-to-market в принципе не существует, невозможно посчитать. То есть, в то время как акции сортируются по book-to-market, чтобы выявить эффект стоимости, другие активы, облигации, валюты, фьючерсы сортируются по прошлым долгосрочным доходностям. Мы видим это доходности за предыдущие 5 лет, и есть работы, показывающие, что сортировки по book-to-market и сортировки по прошлым долгосрочным доходностям дают примерно одинаковые портфели. То есть, это аналогичные сортировки. Таким образом, у авторов получается всего 48 портфелей ценных бумаг. То есть, еще раз, у авторов есть с одной стороны 8 видов активов. То есть, это активы в разных регионах, плюс у разных, разные классы активов. Всего 8 групп активов. И в каждой группе авторы формируют 6 портфелей, посчитанных по моментуму и по стоимости. То есть, двойная сортировка по моментуму и стоимости. Получается 6 портфелей, поэтому 6 портфелей и 8 групп активов, всего получается 48 портфелей. И дальше авторы исследуют эффекты моментум и стоимости, как внутри каждой группы активов, так и во всех группах в целом. То есть, также авторы формируют портфели стоимости и моментум, отсортированные из всех активов сразу. То есть, это будут некие такие глобальные портфели активов, отражающие value, стоимость и моментум. Так, ну давайте рассмотрим основные выводы работы Асна с московицей Педерсон. Напомню, что эта работа исследует эффекты стоимости или book-to-market и эффекты моментум повсеместно на различных рынках, для различных классов активов и в различных регионах. Авторы показывают, во-первых, статистически значимая премия за фактор стоимости существует на всех рынках, особенно в Японии. То есть, портфели, отсортированные по величине book-to-market или для альтернативных классов активов, это портфели, отсортированные по прошлой пятилетней доходности, долгосрочной доходности. И когда мы берем портфели с высоким book-to-market или с высокой прошлой доходностью, вычитаем портфель с низкой book-to-market или низкой прошлой доходностью, формируем такой портфель с длинной короткой позицией. Вот доходность такого портфеля высокая на всех рынках, особенно в Японии. Это говорит о том, что эффект стоимости существует и наблюдается высокая премия за этот эффект. Значит, за ним стоят какие-то риски. Второй вывод работы, что существует статистически значимая премия за фактор моментум на всех рынках, за исключением Японии. То есть активы с высокой прошлой доходностью систематически приносят большую доходность, чем активы с низкой прошлой доходностью. Мы говорим о краткосрочном периоде, это краткосрочный эффект. И этот эффект моментум наблюдается среди всех классов активов и во всех регионах, но за исключением Японии. Опять же, эта работа подтверждает те же выводы, которые мы уже видели в работе Фоме Френч и у других авторов, что эффекта моментум в Японии не наблюдается. То есть Япония является такой аномальной страной с этой точки зрения. Также авторы показывают, что существует значительная корреляция доходности стратегии моментум на различных рынках и стратегии стоимости на различных рынках. То есть стратегии моментум среди разных классов активов и среди разных регионов, они скоррелированы между собой положительно, а стратегии стоимости также скоррелированы между собой положительно. То есть мы можем сделать вывод о том, что существует некая общая компонента в эффекте моментум, которая наблюдается повсеместно, глобально, во всех регионах и на всех рынках. И аналогично существует некая общая компонента эффекта стоимости, тоже которая наблюдается глобально. Однако стратегии моментум и стоимости скоррелированы между собой отрицательно. И это очень важный вывод, потому что если портфель моментум отрицательно скоррелирован с портфелем, отсортированным по стоимости, то мы можем их объединить в портфель и получим так называемый комбинированный портфель. И этот портфель имеет высокую ожидаемую доходность и высокий коэффициент шарпа. Напомню, что коэффициент шарпа равняется доходности поделить на стандартное отклонение доходности. То есть, поскольку у нас есть портфели моментум и портфели стоимости, каждый из которых имеет высокую доходность, при этом эти портфели между собой отрицательно скоррелированы, то объединяя их в комбо-портфель, мы получаем такой оптимальный портфель, который имеет высокую ожидаемую доходность и при этом очень низкое стандартное отклонение. Именно за счет отрицательной корреляции. И вот этот комбо-портфель имеет очень высокий коэффициент шарпа. И авторы строят такие комбинированные портфели для каждого рынка, для каждой группы активов. И показывают, что эти портфели имеют очень высокую доходность, низкие риски. И это своего рода аномалия. То есть, невозможно объяснить это, потому что если существуют различные объяснения для моментума и для стоимости, то невозможно ими объяснить, почему эти две стратегии отрицательно скоррелированы, и при этом каждый из них имеет высокую премию за некий риск, но при этом они скоррелированы отрицательно. То есть, эти риски разные. Очень сложно объяснить это. То есть, авторы делают такой основной вывод, что стандартные объяснения моментума и стоимости не подходят. Потому что отрицательная корреляция между этими активами позволяет нам получить очень высокие ожидаемые доходности и низкие риски. Поэтому авторы предлагают свою модель эмпирическую, то есть, свою вариацию многофакторных моделей, в которой они как раз учитывают вот эти эффекты моментума и стоимости повсеместно. Спецификация авторов выглядит следующим образом. На слайде представлена формула. То есть, авторы предлагают трехфакторную модель, где ожидаемые доходности всех активов могут быть объяснены тремя факторами риска. Первый фактор – маркет. Это фактор рыночного риска, где под этим фактором мы подразумеваем глобальный рыночный риск всех активов в мире. То есть, это некий глобальный рыночный портфель. Второй фактор – value everywhere называется, то есть стоимость повсеместно. Это фактор, который сформирован как портфель из глобальных активов, то есть активов всех групп, которые исследуют авторы, где эти все активы отсортированы по прошлым доходностям долгосрочным и полученный портфель с самой высокой прошлой доходностью, портфель с самой низкой прошлой долгосрочной доходностью. Соответственно, мы берем длинную позицию в портфеле с самой высокой долгосрочной доходностью, короткую с самой низкой, формируем портфель с длинными короткими позициями и вот этот портфель отражает фактор стоимости. И третий фактор риска это фактор моментум повсеместно. Опять же, чтобы сформировать этот фактор, авторы берут всю выборку из своих активов, сортируют их по прошлым краткосрочным доходностям и формируют портфель победителей и минус портфель из проигравших активов. Получается опять портфель с длинной и короткой позицией, и доходность этого портфеля является прокси для эффекта моментум. И авторы показывают, что вот эта спецификация трехфакторная, она имеет более высокую объясняющую способность для объяснения всех активов, которые они рассматривают в этой работе, даже по сравнению с шестифакторной моделью For My French. Вот на картинках представлена как раз иллюстрация этого. По вертикальной оси у нас пока отложена реализованная фактическая средняя доходность портфелей, а по горизонтальной оси прогнозируемая, ожидаемая доходность портфелей по модели. И на левой картинке мы видим, что все портфели, напомню, что это портфели отсортированные по стоимости по моментуму. Это у нас было 48 портфелей ценных бумаг. И мы видим, что все эти 48 портфели лежат довольно близко вокруг линии 45 градусов. Это означает, что в среднем реализованная доходность совпадает с ожидаемой доходностью, то есть модель довольно хорошо описывает фактические доходности. А справа мы видим аналогичные реализованные доходности и ожидаемые доходности, посчитанные по шестифакторной модели For My French. Напомню, шестифакторная модель это модель, в которой у нас есть рыночный фактор, фактор SMB, фактор HML, фактор Momentum, фактор Term, это срочность облигации, и Default, кредитный риск облигации, то есть еще два облигационных фактора. То есть вот наши шесть факторов, и мы видим, что эта шестифакторная модель недостаточно хорошо объясняет фактические доходности 48 портфелей, которые сформировали авторы. То есть их модель лучше выхватывает ожидаемые доходности и прогнозирует фактически реализованные доходности. Поэтому вот эта модель, она всего имеет три фактора, но при этом авторы считают, что эта модель имеет очень высокий потенциал для объяснения доходности активов и для прогнозирования доходности активов. И в качестве факторов у нас вот эти глобальные факторы Value и Momentum. Другие факторы нам как будто бы и не нужны. Еще одно современное исследование FOMA и FRENCH, авторы никак не успокоятся, они предлагают все новые и новые модели ценообразования, эмпирические. В данной работе они предлагают модификацию своей трехфакторной модели, а именно пятифакторную модель FOMA и FRENCH, где они добавляют еще два новых фактора риска. RMW это разница между доходностью портфеля акций компаний с устойчивой рентабельностью, высокой рентабельностью и доходностью портфеля акций компаний с низкой рентабельностью. То есть этот фактор отражает прибыльность и рентабельность компаний. Рентабельность измеряется коэффициентом доходности на собственный капитал. Второй фактор, который они предлагают, считается следующим образом. Это разница между доходностью портфеля акций консервативных компаний, это компании с низким уровнем инвестиций, как процентный рост совокупных активов, и доходностью портфеля акций так называемых агрессивных компаний, это компании с высоким уровнем инвестиций. То есть этот фактор показывает уровень инвестиций компании, и если есть некие риски, связанные с инвестициями компании, то этот фактор должен, по идее, эти риски выхватывать. Два новых фактора авторы предлагают и показывают, что данная спецификация имеет лучшие результаты по сравнению с трехфакторной моделью Фома и Френч. То есть вот эти два новых фактора, они действительно имеют некую объясняющую способность для акций. Напомню, что эта работа, она рассматривает только акции, ценообразование только акций, в то время как предыдущая работа, Аснас, Московец и Педерсон, рассматривает ценообразование для разных классов активов. Что касается акций, авторы говорят, что вот эти два фактора RM, W и CMA, они имеют хорошую объясняющую способность, дополнительную объясняющую способность к трем предыдущим факторам, которые ранее были выявлены. И поэтому эта модель является лучшей, но также авторы показывают, что фактор HML становится незначимым, когда мы добавляем два новых фактора. Следовательно, можно заключить, что рентабельность и уровень инвестиций компании объясняют эффект стоимости компании. То есть, если мы добавляем два этих фактора, то эффект стоимости как бы улетучивается. И это некий шаг в направлении объяснения эффекта стоимости, что стоит за стоимостью. То есть, возможно, эффект стоимости на самом деле отражает риски, связанные с рентабельностью компании и их перспективами роста, которые отражаются инвестициями компании. То есть, вот это очень современное исследование, буквально недавно опубликованное. Мы видим, в каком направлении движется, вообще движется вся эта наука. И все новые и новые модели предлагаются. Конечно, мы рассмотрели в этой лекции только самые популярные модели ценообразования финансовых активов. Их существуют сотни на самом деле. И факторов, предложенных, эмпирически выявленных, тоже существуют сотни. Мы рассмотрели самые популярные, самые базовые модели, которые являются как бы уже общепринятыми в финансовой науке. Эти модели, рассмотренные на лекции, мы можем использовать для расчета, для оценки справедливой стоимости акций компании или справедливой стоимости других финансовых инструментов. Для оценки ожидаемой доходности различных активов, которые мы потом подставляем в формулу приведенной стоимости для расчета именно справедливой стоимости и для определения, стоит ли нам покупать актив и стоит ли его продавать. И переоценен актив или недооценен, и что с ним вообще делать. И также мы рассмотрели очень много популярных стратегий, основанных на сортировках активов, которые приносят высокие доходности, которыми активно пользуются инвестиционные фонды, хедж-фонды. Это все активно применяется на практике, поэтому необходимо знать любому финансисту вот эти все основные модели для того, чтобы как-то оперировать терминами, понимать, что происходит в финансовом мире. Продолжение следует...